Во что одеты все нью-йоркеры и чем именно стиль девушек и мужчин-нью-йоркеров выделяется, допустим, от францужинок отличается или там от русских. Привет! Я приехала в Сохо, чтобы посмотреть, как и во что одет город Нью-Йорк сейчас. Зима-весна 2021 года. Здесь, на самом деле, очень-очень много-мало людей по сравнению с тем, что происходит здесь летом. И, несмотря на это, я все-таки хочу попрестовать к людям, одет на себя маску, чтобы они от меня не сжигались и поспрашивают, во что они одеты. Потому что все-таки Нью-Йоркеры даже в самые свои сложные времена, как мне кажется, хотят хорошо одеваться. И, кстати, ко мне сейчас приедет Дерри Йорк. Дерри Йорк – это стилист, персональный стилист в городе Нью-Йорка. Она оденет вас лучше, чем саму Кэрри Брэдшоу. Поэтому, если вам нужны какие-то знания и, в общем, желание есть красиво одететься, то обязательно обращайтесь в Дерри Йорк. Я на ссылку на ее профиль оставлю внизу. А сейчас пойдемте ее искать, потому что она мне уже звонит. Это значит, что она подъехала. И она как раз нам расскажет, какие тренды 2021 года, как одеты девушки. И, в общем-то, сориентирует нас вообще, что происходит в мире моды сейчас. И тадам-тадам! Дерри Йорк! Дерри Йорк! Дерри Йорк! Дерри Йорк! Дерри Йорк! Дерри Йорк! Ура, чтоoline сегодня одеты? Расскажите, пожалуйста, важный лук. Моя шапка Acne Studios, это просто одна из лучших покупок на этот сезон, точнее я ее взяла еще два года назад, просто я ее обожаю на супер универсальном, подходит практически ко всей верхней одежде, шарф это тоже Acne Studios, вот это невероятное пульто, я купила тоже два года назад в магазине H&M, но это была их премиум коллекция, это пульто, я его кстати купила тоже на скидке, у меня было тысячи процентов на скидке. Оно очень красивое, что-то оно вышло в плюс 40 долларов, но оно выполнено из царянской шерсти, поэтому его качество просто безотвечное, свитер у меня кашемировая от бренда Peri, но его плохо видно, поэтому думаю смысла особо нет показывать, а вот эти брючки на высокой посадке, они от бренда Zara, вот, они очень хорошо сидят, супер комфортные, и так как у нас сейчас такой снег-дождь, поэтому естественно, просто такая униформа, резиновые сапоги от бренда Hunter, вот, это такая классика, очень удобно, и особенно в такой, скажем так, влажный день, это прям идеальный вариант. И эту сумку я купила в магазине TGMAX, это натуральная кожа за 40 долларов, вот. Дарья, сколько вы платите, сколько вы тратите денег в месяц на шопинг? Ой, я не знаю. Ну, примерно. Я не знаю, честно, иногда я ничего не покупаю, но иногда я могу много подарить. Ну, примерно. Две-три тысячи, наверное. Добавил субтитры. Как дела? Я хорошо, как дела? Добавил субтитры. Доброе спасибо. Друзья, могу вы спросить на ваших outfits? Вы знаете, как это масло, или как вы одеваетесь, как символизациях, как это важно для вас? Ну, сегодня я потратил, наверное, 3,000 долларов. О, го! Я купил в YSL баг и кит, я купил в праду, это много денег, много денег, мне кажется, что ты купил, что ты купил? Я просто купил обычный Nike sweatshirt, обычный Nike sweatpants, это не очень Nike-дей. Я купил этот варшин, что за 20$, очень дорого, и мой укроп, это $20. Доллары? Это было очень... О, и у меня есть фенди, но это достаточно. Мы не говорим о том. Мы не говорим о том. Это просто много денег. Потом, может быть, его онлайн не купить. У них все, конечно... Это бренд из Стокгольм, Швеция, поэтому все очень минималистично. Вот. Сейчас будем выбирать, что нравится. Я не уверена, что я купил. Да, я купил. А, и у тебя швы? Да, спасибо. Сколько ты обычно поставишь на одежду в месяц? В месяц. В месяц. Да? Окей. Вы думаете, что люди, когда COVID-19, любят фендию в Нью-Йорке? Или они не любят больше? Я думаю, что они любят фендию. Да. Ну, в общем, я выбрала вот такие ботинки. В Other Stories. Мне кажется, что они получаются максимально универсальные. Что их можно и с платьем, и с джинсами одевать. Они более элегантные, чем Glosser Martins. Они, как бы, и вроде бы и с платьем можно, и с джинсами. В общем, и с блейзером, и как хочешь. В общем, мне нравится. Я их возьму. Такая кутка, которую я долго планировала. И она мне обязательно долго прослушит. Я не знаю. Я не знаю. Я-то не знаю, что я, но в принципе. Я тоже использую его. Я-то не знаю. У-а-а. И что ты穿ешь? Я-то, я не знаю, просто заготовку, мне джинсы. на покупке в месяц? Это зависит А примерно, что ты думаешь? Это 34 Это 100 Да, это 400 часов Клиц города Нью-Йорка, посмотрите Сейчас у них представила коллекция И как? Я могу сказать, что это платье на первый взгляд посмотришь и оно вроде идеально У него есть такой довольно свободный силуэт Но проблема в нем такая, что если ты его покупаешь, то буквально через одну кнопку он уже выглядит в непредстабельном виде, потому что у него начинается такой вид, и он начинает очень сильно срабатываться Вот, знаете, офигенное само по себе Но мне и по этому причине пришлось его вернуть А, ты его тоже уже покупала? Да, да, потому что... Слушайте, эксперты, слушайте, слушайте Да, он мне очень понравился Но по этому причине не подошло, да? Здесь очень интересные вещи Особенно классные базовые вещи можно найти в Москве сейчас Но что поделаешь? Да, вам очень интересно, например, посмотреть новую коллекцию Ну-ка! Чтобы Дарья нам порекомендовала Вот это очень неплохая вещь В принципе, это больше такая имитация на бренда ТЭМ Единственный момент, я видела в магазине КОС намного лучше Мне вот здесь не нравится вот этот довольно такой дешевый поиск который я бы заменила И вот эта обработка тоже выглядит довольно дешево Вот, по этой причине я бы его не стала брать Но в магазине КОС, как я говорила оно было лучше Да, конечно М-м-м-м У меня есть jacket Underneath I have a neck It's a shortable neck It's called A black jeans A simple black jeans With a Chuckles Chuckles boots Yeah Yeah It's a bear I love their boots Yeah They're amazing They are How much do you think Do you spend monthly on clothes? On clothes? I don't, I don't spend like that much They usually buy from sale Like, uh If it is summer Then I bought, like, the winter clothes And if it is winter Then I bought some clothes Chipper And they sell it like that Yeah That I could buy Like it's If it is like $100 thing They cost like $50 $30 It's in sale Yeah, I buy like that Yeah And I don't have that, like, particular amount for shopping Whenever I see, like, okay, that's gorgeous And that's good I just bought it I just bought This is cool This, of course, is cool I mean, they bought some things They have a good quality They have a good quality They have a good style They have a good style What is it? A batang It's just a great weather By the way, if we talk about trends If we talk about trends Especially summer And summer There will be a pastel colors Especially On the colors Which you have to pay attention It's yellow It's red It's red It's all pastel colors It's yellow And red If you choose such a way You can create such a very nice Very nice And here These clothes Very cool They have a price $150 for stocks Now, this is how it's How you can see Now, all these trends are already seen in the store Yeah All new collection Already These pastel colors They are prepared to summer I think Do you know The yellow color I love the yellow color Especially I love the yellow color But when I remember the yellow color If you look in the red It's yellow Look, what a multiplied Сочетание розового, вот такого нежного, постоянно голубого, это просто сочетание. Сочетание розового, это 150, я не хочу купить ничего еще после этого, но я думаю 200-300, это очень много, но я люблю фасшию. То есть, когда ты его трогаешь, он сразу же умнется, это сразу же будет портить весь образ, поэтому именно данный вариант я не хочу, не рекомендуйте. Сочетание розового, это очень важно. Что ты надеешь? Это Мон Сейт Панцы, это Док Март. Я надеюсь, это Тодд Снайдер, в коллаборации с Чемпион. Это Юго Басс и это Клуб Монако. Я люблю это. Как много ты обычно spend на клинике, в месяц? Я знаю, это трудно. Да, я обычно покупаю в месяц. Я покупаю в месяц. Я покупаю в месяц. Это мой месяц. Что ты купил там? Ну, я купил муты, sandалки, т-шерты. Найс! Я люблю твоя outfit. Кстати, я слышал, что это Тодд Снайдер. Это лучшая коллаборация, это очень комфортная коллаборация. Да. Во что я сегодня одета? На мелье сейчас пальто от Firmid U Rated. Это мое любимое, вообще, пальто, которое, если туда ищет классическое, Camel Coat, то это вот оно. Оно кашемировое, мягкое и очень удобное. Внутри у меня такая худи от Nike, которая уже миллион лет квадратных. Столько я живу в Нью-Йорке, сколько она у меня есть. И внутри темпный кашемировый стрит. Ну, я не помню, какой бренд, но 100% кашемировый очень тепло. А внутри, если вы не заметили, нью-йоркская зима, поэтому у меня есть такая легкая куточка Uniqlo. И даже термобелье еще ниже, но я вам его не покажу. Потом эта шапка моего мужа, я не знаю, что это за бренд, но она такая, ей уже миллион лет квадратных, и она не закатывается, очень ровненькая. Вот, сумка от Mark Jacobs, которую я все же время в ту жизнь ношу, она у меня единственная. Под все мои образы подходящие. Джинсы от Stella, российский бренд, точнее израильский. Очень удобные, они с ночосиком, теплики. И фантиски от Other Stories. Они тоже очень удобные, я в них всю Россию проехала. И они очень комфортные, подходят, в принципе, почти всю мою одежду. Мне кажется, в Нью-Йорке самое классное, когда ты одеваешь и накидываешь на себя много, что называется, layers, много слоев. И потом, в общем-то, ты просто в комфорте гуляешь, такой весь, типа, модненький. А в месяц я, на самом деле, сколько трачу? Ребят, я вообще почти ничего не трачу. Я почти не трачу деньги на одежду, потому что я продаю свою одежду на Poshmark. И за эти же деньги я покупаю свою одежду новую. И, получается, круг я практически не инвестирую сегодня. Даша, можно? Да. Я первый раз на миллион лет квадратных купила себе, я вам покажу, это, ботинки от Other Stories. Я запланировала купить в течение двух лет. Это был такой подарок мне на новогодный день рождения, на наши юбилеи с мужем. В общем, на все праздники за год. Вот, я очень рада. Я вам, кстати, покажу уже, когда одену какой-нибудь аутфит. Даша, ну, вот мы с тобой посмотрели, в чем одет Нью-Йорк сейчас. Как ты думаешь, какие есть, ну, вот такие самые вот Нью-Йорк, что выделяет какие-то, возможно, детали, во что одеты все Нью-Йоркеры? И чем именно стиль девушек и мужчин Нью-Йоркеров выделяется, допустим, от францужинок отличается или там от русских? Как ты думаешь? Я могу сказать, что стиль в Нью-Йорке – это все о комфорте. То есть, здесь нисколько думают о стиле, здесь думают, чтобы им было удобно. Поэтому такой основной базой жителя Нью-Йорка – это кроссовки, это леггинсы, это какие-то оверсайд худи. То есть, примерно вот такой у нас с вами гардероб. То есть, я не скажу, что… Ну, примерно вот так худи, оверсайд штаны. То есть, я не могу сказать, что это стиль. Это так, накинул на себя чего-то удобненького и ходишь шапочкой-петушком. Ну, то есть, если посмотреть реально на жителя Нью-Йорка, то он особо не заморачивается насчет своего внешнего вида. Я, конечно, не говорю про всех, я говорю об общей массе. Вот. Конечно, тут есть вышинистые, есть какие-нибудь хипстеры. Ну, в принципе, тут как бы можно любой стиль найти. Да. Но если общая масса, то это просто комфортно и легче. Да. Ну, чтобы затеряться где-то в общей зоне Нью-Йоркеров, нужно одеться поудобней. Да, лестницы, кроссовки, худи, футболка, шоппер, такая огромная сумка и все. И ты, и ты в тренде. Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok